За сценой перед концертом одного из наивядомейших музычных гуртов Украины вельми тихо и спокойно. Солист Андрей Хлыунюк концентрует энергию для надыходящего выбуху и каже, что Минская зима нагадывает ему сугучный стан, за тиша перед бурой. Темчасом у зале отчувается нецерпливое чекание, бо опошний раз Бумбокс давал концерт у нашей столицы больше за год тому. Мы большие поклонники, мы очень любим группу Бумбокс за их песни, за их творчество, за их жизненную позицию, за этот позитив, за энергию, которую они в своих песнях несут. Ожидаю почувствовать те эмоции, которые я слушаю, когда в машине слушаю Бумбокс. Я вообще просто из Питера приехала на самом деле сюда, потому что в России Бумбокс, к сожалению, не ездит. Радует, что у славянских народов языки похожие, песни понятные, моральный настрой тоже понятен, в принципе, менталитет один и тот же, поэтому их творчество, там, океанов Эльзы, Бумбокса, для нас, в принципе, родное. Бумбокс, я считаю, это популярная группа, хоп-группа, да? Но у нее очень качественная музыка, очень до глубины пробирающие тексты и вокал солисты, естественно. Молодцы, что пришли. Добрый вечер. Сегодня можно упевненно сказать, что у расстановцы музычных сил СНД Украина однозначный лидер. Новые имены релизы альбому, клипы, телепрограммы, да и сама разностаенность творчого продукта нашей полдневой соседки кажут про то, что белорусскому шоу-бизнесу есть чему получиться у украинских коллеги. Если вы хотите быть независимым в своей творчестве, то никогда не идите на поводу форматов, потому что вы сами, вы променювач, вы сами, станция. Попса для меня это не стиль музыкальный, не те, какие тембры, какие звуки, с какой гучностью лунают, насколько перегружены гитарные камбари или нет. Для меня это або отверто, або не отверто. То, что я не верю, это попса. Выдатная лирика Андрея Хлеунюка под профессийное музыческое сопровождение с оправдой не покидает сомневу у открытости и щирости артиста. Новый макси-сингл «Люди», який гурт презентовал белорусским слухачам, до краев, заполненный фирмовыми вершами на темы, якие тычутся только двоих, альбош турбует сердце миллионов. Я пишу то, что меня турбует как человек, первое за все. И, знаете, сегодня на 100 такие часы, когда много кто говорит Америка понад все, Беларусь понад все, Украина понад все, Россия понад все, Людина и права понад все. Вот то, что я хочу вам сказать. Здавалось, давно уже дорослые, але кахали щиро, как дети. Гэтые слова из песни «Квиты волоси» добро иллюструют творчость музыков. З одного боку, выкликая ностальгию, у тех, кому крыху затрыцать, з іншого, по раннейшому, поспяхово засвоевается сучасными подлетками. У гэтым, напевно, и секрет поспеху гурту. Здольность доболючиха открыта и действия наилна успрымать новокольный свет. Минские прахильники натешились ахвалей лирычного украинского хип-хопу и отрымали усе, что пожадали. Крыху хитов, крыху новинок и вельми шмат падяг. Катярына Шарах, Александр Крывецкий. Наша Раница.